Музыка И полки ударили, как буря на врага, а торопев ударом оглушенный, он поражен, он сломлен, он дрогнул, он дрогнул. Музыка Фантастика. Вуаля. Мне тут было фигура. Спасибо большое. Вас же очень часто сравнивают с Шаляпиным и говорят, что ваш бас именно шаляпинский. Я думаю, что я не единственный бас, который с ним сравнивают. Это такой стандарт, который был задан лет 120-110 назад. Это лестно, конечно, что меня с ним сравнивают, но я точно не один. Федор Шаляпин мог распиваться в этом помещении, в этой аудитории? Возможно, потому что эта часть здания была до перестройки 60-х годов, до капремонта. Возможно. Да, но вот в данном случае вот этот рисунок сделан его рукой, его пальцем точнее. Это сделано гримом, но это кусок стены, перенесенный с другого помещения, где размещались гримерки в то время. То есть это Шаляпин собственноручно гримом? Да, да. Кто это? Это Пимен? Да я думаю, что это Пимен. Пимен из оперы Модеста Мусоргского. Из оперы Бориса Катунов. 30 ноября, а вот год? 911 год. Так это же ему 110 лет этому изображению. Раньше снилось, что я забывал, но это всем артистам, а сейчас мне всегда снилось, что я сижу в гримерке, бла-бла-бла, и в трансляции уже моя музыка. А вы в гримерке в этот момент? А у меня было такое, в ласкало. Реально. Было в ласкало. В ласкало. Вы опоздали на свой выход? Я просто не вышел на свой выход. Там такая, это в Хованщине второй выход. Сейчас, что там было? Там такое... Что такое? Тран-тан-таран. Там, так... И пауза, и в этих паузах я пою. Хор стоит, все. И там он, я пою. Что такое? И все замирают. Все замирают, все боятся. У меня там Хава, Иван Хаванский. Князь Андрей. Пару фраз я пропустил. Слава богу, влетели на сцену просто. Дирижер, ну да. После этого вам стали сниться эти кошмары? Это просто сбывшийся кошмар. А кто был тогда? Ну кто, кто? Гергеев? И в ласкало, даже не здесь в скале. Гергеев снится вам в кошмарах. Ну... Ну, это не кошмары. Нет, это страшно, когда ты видишь во мне, что ты не на сцену не вышел. Все равно, что именно опаздываю на сцену. Мне кажется, что люди на планете делятся на любителей балета, на любителей оперы и на тех, кто в общем в театр не ходит. Но есть среди тех, кто не ходит на оперу, люди, которые очень хотят ее полюбить, но просто не понимают, как к ней подойти, потому что это довольно сложный, наверное, жанр для восприятия, как полюбить оперу и как ее понять. У Марка Твена есть такой даже афоризм, такая цитата, что знаменитая достаточно. Из 50 людей, присутствующих на опере, только один ее понимает и получает удовольствие. А все остальные 49 пытаются это сделать, но, как правило, безуспешно. Да, наверное, это приходит со временем. И даже и в том числе я, у меня мама музыкант, классический музыкант, органистка. И как-то вот уже даже не в подростковом, а скорее уже в юношеском возрасте я начал слушать эту музыку, которая меня окружала с детства и которую я ненавидел. Серьезно? Ненавидел? Ну, он как, скучно, это пытка. Ну, не пытка, но скучно, вот как. Я помню эти концерты органные в капелле, там, где некуда было меня одеть. Она меня растила одна, и мне приходилось иногда на них быть. Это ужас просто. Я просто помню эти длиннющие, вообще, часы, я маялся там на этом балконе, сидел, вот. И это как-то, наверное, все-таки приходит так же, как вкус к хорошей литературе, к изобразительному искусству. Я не знаю, вот у меня сын 9 лет, ну-ка, он не слушает классическую музыку, и меня это абсолютно не напрягает. Мама у меня вот считает, что с молодых ногтей должна прививаться эта любовь. Я пока даже не вот, ну, не напрягаю. С чего лучше начинать? Ну, наверное, с какого-то репертуара, там, более-менее. Не могу использовать слово популярного, но, тем не менее, там, итальянские оперы, Россини, Верди, оперы на русском языке. Но еще очень много зависит, конечно, от качества исполнения, потому что такая шутка по Россини, что опера была бы прекрасным жанром, если бы в ней не было певцов. Вот элемент везения, понимаете, еще есть. Если человек попадет, когда, там, не очень хорошо поет, наверное, у него отобьет на всю жизнь это. Здесь присутствует моя жена, но вот у меня, там, я уже, как бы, функционировал как оперный певец, и у меня были какие-то, до встречи с моей божественной супругой, романы, там, я не знаю, отношения. И, как ни странно, вот я только тогда начинал петь Вагнера, большие громадные полотна, тогда мы делали в те годы, создавали «Кольцо Нибелунгов». И дамы всегда с огромным восторгом слушают почему-то особенно музыку Вагнера. Мне кажется, что потому, что они как-то ее туловищем воспринимают, эти вибрации. Может быть, этим можно... Вагнеровская мощь берешь. Да, они вправо всего ничего не понимают, но они сидели, все три акта. Ну, там, правда, есть, конечно, титры, о чем речь. В опере, вообще в музыке классической особенно, очень важно ощущение времени, как ты его преподносишь. Есть, опять же, такой анекдот. Папа, что такое опера? Опера, сынок, это такой спектакль, который начинается в 7 часов. Когда ты через 3 часа смотришь на часы, часы показывают 7.20. Вот, поэтому... Ну, просто, понимаете, я к чему и веду. У многих стереотипы, связанные с оперой, звучат так. Люди там орут и кричат они очень долго. Поэтому я не способен это вынести. Ну, есть счастливцы, которые способны полюбить эти вопли и ор. Наверное, это аж. Именно они, наверное, и считаются любителями оперы, в число которых я вхожу. То есть, в общем, не нужно давать людям с улицы советы, как оперу полюбить. Вот те, кто любят, пусть и ходят. Мучатся они. Вот точно. Не нужно заставлять, что со мной что-то не в порядке, что я глуп или у меня нет. Многие люди так и ходят. Может быть. Потому что опера, особенно в Лондоне, в Нью-Йорке, это ритуал. Среди эстеблишмента очень популярно быть друзьями оперы, помогать ей быть партнерами, спонсировать какие-то постановки. Для них это такая клубная даже где-то история, понимаете. И наверняка среди представителей этого эстеблишмента, представителей этого класса людей, наверняка есть такие, которые сидят и терпят. Михаил, у вас сегодня Аида. Вы сегодня царь Египта. Грим вы начали делать, уже был дан первый звонок. Как так? Партия поется уже в течение больше 20 лет. С Соней мы тоже не первый раз видимся. У нас отлажный процесс. Мне просто интересно, у кого более крепкие нервы? У вас или у Сони? Без крепких нервов, к сожалению, в театре можно долго не протянуть. Да нет, достаточно. Просто его много, но он не такой сложный, как Алис. Все очень графично, как вот в Эрмитаже, на фресках. Сейчас увидите. А царь, ну он выходит красиво. У него две громадные сцены. Одна площадь называется. Мне надо к вам ближе, Соня, встать, чтобы Михаил не отворачивался. Другая, две большие массовые сцены, где надо просто красиво спеть в ансамбле и красиво спеть свои сольные какие-то фразы. Как королева Великобритании, которая хороша тем, что она как минимум присутствует. Да, да, это в принципе королевская власть. Вот такими вот, как у этих. Так же вот, как Синий. Уважаемые коллеги, был дан второй звонок к началу спектакля. Будьте внимательны, был дан второй звонок. Вы изначально, до того, как запели, вы играли на ударных инструментах. И, в общем, музыкальную школу вы закончили по этому классу. В какой момент вы вдруг поняли, что не нужны вам барабанные палочки и нужно заниматься собственным голосом? В тот момент, когда я получил этот диплом об ограничении музыкальной школы, я закончил с музыкой. И у меня в жизни был перерыв такой. Я заканчивал общеобразовательную школу. И когда я ее уже, надо было ее заканчивать, маячил этот выпускной вечер, как-то я обратно пришла эта мысль, что, наверное, все-таки стоит себя попробовать в этом. И на ударные было поступать бесполезно, потому что был перерыв. Все, руки, все должно быть в тренинге, это так же, как и у всех. Сейчас руки уже забыли? Нет, они тогда уже забыли. И я бы не поступил. То есть можно было бы потратить какие-то там год какой-то, но не хотелось просто. И я даже не знаю, как тогда такое время было брать педагога какого-то. Ну, не было просто возможности финансово, мне кажется, в 90-е годы. Ну, и вокальный факультет. Но вы пели до поступления? У меня был сосед, мы жили на четвертом этаже с мамой. Сосед был на первом. Он был такой очень видный патологоанатом в Санкт-Петербурге. В этих кругах очень знаменитый человек, Олег Константинович. Вот, он очень любил органную музыку, оперу. Ну, такой настоящий русский интеллигент. Профессор Преображенский, такой советского разлива. Ну, у него прямо там антикварная мебель была, портреты Моцарта старинные какие-то. Ну, такой интеллигент. Я озвучил ему свое желание. Он меня познакомил с педагогом, его приятелем. Педагог консерватории. И вот я с ним подготовился. Он сделал так, что я поступил в консерваторию. Через патологоанатомого? Хорошая история. Но до этого вы вообще пели дома с мамой, не знаю, в душе? Вообще нет? Я пел в школе, там, вот, когда, там, еще я захватил годы, когда был Советский Союз. И ходили там на переменных строя, пели что-то. Мне очень нравилось петь громко. У меня действительно громко получалось петь. Я кайфовал от этого. Ребята смеялись, и учителя смеялись. Я видел, что я произвожу какое-то впечатление. И я получал от этого удовольствие какой-то такой первый артистический опыт. Может быть, еще неосознанный, но он был. Ты царствовать попробуешь, родной наследник, как сын твой первого. Долгий период времени у вас были длинные кудри. В какой момент вы решили сменить имидж и сменить прическу? Это было где-то 7 назад. Короче, в Амстердаме там была постановка Фауста. И тенор, с которым я пел, был лысый уже изначально. А там была такая, ну, это не новая идея, что Мефистофель – это как бы альтер-эго Фауста. Первая сцена, вот этот пролог, мы были одинаковыми. И пролог, и последняя сцена мы были лысые, в пиджаках. Вон там ученые какой-то в лаборатории. Я так же выглядел, как он в пиджаке, в брюках каких-то. То есть ради Фауста пришлось сменить? Ну, я сбрил, и потом как бы что-то так и осталось. Ваш Мефистофель, он каков? Весел, веселый. Я ничего не выдумываю. Я просто получаю удовольствие, кураживаюсь, кривляюсь. Ну, конечно, в рамках музыкального материала. Но он получает туда… Это искрометная фигура. Есть артисты, неважно, мы сейчас говорим про оперу или это кино, которые, в общем, сто миллионов раз подумают, прежде чем согласятся на эту роль. Есть некоторое предубеждение, что это тот материал и та роль, за которую браться не стоит. У меня были такие сомнения, но я их как-то преодолел. Были. А в чем это сомнения? Ну, предрассудки, наверное, все-таки. Предрассудки. Как раз вот в Амстердаме, там есть такая сцена в церкви, где эта молится Маргарита, а отвечает ей в дьявол, то есть Мепистофий, я в церкви. Они там говорят, нет, она там его просит, молится, а он говорит, нет, все для тебя, дни закончены, ты проклята, там, ад тебя ждет, а образ Христа при этом. В общем, я так, ну, как-то... Сам его дабы преслонить. Как-то преодолел. Уважаемые коллеги, был дан третий звонок. Начало спектакля. На сцену приглашаются Рам Фессер, Дам Эсс, артиста мужского меманса, артист-оркестр, Романс и три его. Почему я это еще джиняю? Был дан третий звонок. Напоминаю, у нас один антракт. Вот, я вообще за то, чтобы перенести все конфликты, войны, убийства, предательства на сцену. Конечно, лучше пережить это на сцене, чем пережить это в реальной жизни. Чем пережить жизнь, да, и никогда, да. Чтобы предотвратить весь этот кошмар и ужас, и наоборот, созидать какие-то вещи, как любовь, как любовь к ближнему, любовь к родине, любовь к природе, любовь к жизни вообще. Чтобы люди созидали эти вещи тоже благодаря произведениям искусства. Важную роль в становлении вас как певца сыграл Валерий Гергиев, руководитель Мариинского театра, бессменный руководитель. В 98-м году вы еще, будучи учеником консерватории, попадаете в Академию молодых певцов, которая создана как раз сестрой Валерия Гергиева. Да. И он вас там замечает? Да. Эту первую встречу вы вообще помните? Помню. Помню, ему решили погазать вот этот новый ресурс в лице молодых певцов. Я помню, он пришел в 175-й класс и стоял в дверях. В Мариинске? Да, стоял в дверях, а нам сказали, что надо петь просто. Чтобы там было немного народа у нас было. Вот. Я пел кончака и помню, что улыбался так. И что? Вот он входит в класс, и вы. Коленочки подзадрожали или нет? Нет, нет. Я как-то, слава богу. У меня были проблемы с выходом на сцену в консерватории. Вот я не мог петь экзамены первые. У меня от нервов я начинал смеяться. Серьезно? А там есть такое произведение, как на первых курсах. Вокалист. Там просто без слов на поешь. Я там а-а-а-а-а и начинал ржать. Жуть вообще. Хочется плакать, на самом деле, потому что, понимаешь, что катастрофа. Вот так вот все эти комиссии вот так садились. Первый, один, два раза. Но к тому времени я уже все-таки, как-то мне кажется, справился с этим. Потом получалось, что ты уже был уверен в чем-то. не все конечно но с 98 года вы вместе с валериями салычем работаете уже сколько 23 года почти 3 сезон заканчивается вы можете назвать его своим другом я надеюсь что я могу да лично я считаю своим старшим другом насколько это общение близко достаточно близко ну он человек занятой у него много коллективов и по-моему если мне около пяти тысяч вообще людей работает в разных подразделениях мариинского театра вот но когда так получается что мы с ним или работаем и общаемся буквально два дня назад разговаривать по телефону да это достаточно такие близкие откровенные разговоры когда я сделал предложение своей жене он был в этом городе я ему сообщил его тут как-то первый взял нас за руки сказал тост очень тронут да он как-то и там ну короче говоря он и помогает их будет когда бытовые какие-то бывают он может помочь вы уже несколько раз упомянули свою супругу алису алиса балерина мариинского театра как вы познакомились мы очень давно познакомились вот но не думали потому что мы в одном театре работаем но как бы почему-то случайно вот так получилось знали друг друга там лет 10 на 12 до того как стали общаться 16 алиса подсказывает до 16 лет что-то как-то стали а неожиданно сталкиваться столкнулись так что до сих пор вместе сталкиваемся алис у меня первый вопрос будет к вам расскажите мне пожалуйста вашу версию столкновение с михаилом и перестанут к нам присоединился версия такая мы знали друг друга много-много лет лет 16 в театре последний о ком я думала на этой планете вообще это был михаил кто был первым если можно об этом спросить ну кто угодно только не михаил я вообще артистов кому с артистами как-то никогда не общалась с мужчинами вот и в итоге мы в последнее время последний год перед замужеством практически встречи стали очень часто в театре встречаться причем все время практически и потом встречаемся в ипоне игру ну миша что за мной в ипоне что-то время в общем смеялись так смеялись потом стали проверять компьютер я стала проверять между куда я тоже проверю вдруг мне кто-то что-то пишет мы же все тогда не было особо мобильной связи вот так вот что прямо и миша к этой мне никто не пишет он хочет я себе напишу причем шутку это сказал и в итоге миша приехал второй раз в ипоне я ему написала и и он пришел на коне горбунок на спектакль и написал мне сообщение ты самая цыганистая я пряталась от него ужасно не хотел с ним встречаться господи зачем мне это надо вообще зачем это вписалась вот так вот мы с ним погуляли по ночному токио всю ночь этого стали встречаться как-то перешло перешло и в один год мы поженились расписались поженились и родился лука через сколько лет после гастроли в токио через два через два через два полтора через полтора в одиннадцатом был за счет лука уже свадьба девятом мы стали встречать разница в год я смотрю у вас вот это мужская женская ощущение время лука скажи мне пожалуйста когда мама балерина и педагог балетный а папа певец да еще не просто певец а бас что в этот момент ребенок вообще ощущает как его живется у меня супер живется потому что на плакате на варинском театре 2 там это там папин же портрет пока идет фестиваль звезды белых ночей да ты об этом гордишься прости за вопрос а кем гордишься больше мамы или папы провокационного ну да наверное же одинаково да потому что нему не родители мама говорила что у тебя прекрасные балетные данные можешь еще вытянуть но правда я не профессионал но я вижу что стопа просто потрясающе ты никогда балетом не хотел заниматься да и не хочу почему ну как-то более больше для девочек согласно согласно абсолютно для девочек прекрасная профессия для мужчин неоднозначный очень век короткий был бы век длинный не проблема прекрасная профессия творческая но просто если бы можно было в это время еще чем-то другим заняться просто время бы хватало подготовить себя жизни после 40 лет приходишь вечером и просто падаешь к о чем-то еще думать и что-то еще как бы делать это практически невозможно вот мой папа он и вес вот моя мама я на поливина между артистами мариинского театра оперными и балетными есть какое-то ну кто-то на кого-то смотрится высоко ну на вокалиста в принципе с высоко смотрит начиная с консерватории потому что у меня брат артист у него жена скрипачка как бы тоже и мама органистка то есть в семье есть музыканты он этим не занимается правда уже но когда я объявил что я поступаю на вокальный факультет да ты что это что они же идиоты все они не надо пожалуйста идиоты в том плане что они глупые ну да как то вот что в голове 1 1 1 голос в голове и рот рот нужен для того чтобы есть издавать звуки голова череп для того чтобы резонировал все мозгов нет вы же не согласны с этим нет иногда конечно согласен но в основном нет ну то есть внутри кулуарные вот этой вот истории такой ярко выраженный нет артисты балет и артисты оперы наверное нет нет а вот музыканты они как-то такой с доброй насмешкой традиционно относятся к певцам именно музыканты ну музыканты инструменталисты но это опять же это свой мне кажется с возрастом и с профессиональным возрастом проходит в консерватории да ну ты поди к ней нетребка примеру то нет сейчас конечно все выросли взрослые те ребята с которыми в одно время я учился в консе там скрипачи и трубачи то есть нет сейчас такого конечно отношения мы коллеги равные у вас вообще же какая-то невероятно творческая семья вот михаил рассказывал про свою маму которая органистка но и у вас на алиса родители папа и кинорежиссер ушедший к сожалению а мама та самая людмила ковалева собственно педагог академии балета имени ваганова и один из в общем она самая опытная да самый лучший педагог диана вишнева у лоша хорина это все ее выпускницы михаил когда у вас такая теща сложно было завоевать ее сердце потому что с алисой я поняла как все произошло с тещей с тещей мне вообще легче да да с тещей мне точно повезло мысли можем и поболтать и посидеть там как-то она не только талантлива в своей профессии как бы она талантлива еще и в общении она безумно вот мне подходит просто психологически но бы нам все хорошо поехали к родителям не первое с какой-то из первых разов там поехали и вдруг не меньше на полном серьезе говорит можно я останусь на маховой у мамы ночевать там так уютно так хорошо хорошо я никуда не хочу а вы что я так удивился ничего себе отношения даст тещи для вас не таки вообще обычно не так да но миша действительно мама очень любит и папа очень его любил он такой какой-то вот душевный альянс с моими родителями близки а вы тщеславный человек иногда да иногда все а в чем это проявляется ну это я человек настроение скажем так я человек настроение иногда ну хочется как-то допустим спеть какую-то роль лучше чем мои коллеги иногда это было это тщеславие и наверное какой-то все-таки стимул вас в природе встречается ну скажем реже чем тенор есть какая-то ревность баса к тенору например что у тенора партии было она проходит с возрастом почему потому что я вам скажу такого что у меня всю жизнь клеит бороды всякие усы этого чрезвычайно неприятная штука у меня я очень чувствительный тактильным вот этим ощущением человек вот и тенорам на у них молодые персонажи мне нужно не надо ничего клеить там с возрастом возникают проблемы там человеку 50 ему ленского предлагают там надо что-то решать вот вот но вот когда совсем в молодом возрасте там на пи именно гримируют как вот килограммы грима вот наверное тут какая-то зависть конечно присутствует в принципе басы считаются черно рабочими сцене да конечно потому что ведущие партии как правило это тенора сопрано баритоны мэтсо реже но но басы очень редко там раз-два и общался ну и что вы чувствуете себя черно рабочим да но это не самая плохая роль кто-то же должен это делать когда дайте черно рабочие стен ласкал альберт холл не да то есть вы собственным тщеславием удается договориться что да я бас до нас меньше но тем не меня выбора нет ну что это с ума сойдешь я не могу при поменять природу голос это такой это единственный инструмент который единственный музыкальный инструмент который не создан руками человека он создан создателем природой называет вот ты ничего не но ничего не поменяешь его можно конечно убить хотя это тоже так вот очень сложно вот но я не ничего не повиня не могу стать тенором не как и всем желающие хотя я очень хотел бы спеть герман очень но вон даже непонятно как вам обращаться для оперного исполнителя как и любого другого артиста мне кажется важно в момент выхода на сцену быть в физическом правильном состоянии и самое важное ментальным эмоциональным правильным состоянии верно верно как достигнуть этого состояния ведь от него зависит качество исполнения разные способ существует ну я думаю что начинаешь вспоминать просто то что было сделано в репетиционном классе во время репетиции во время прошлого спектакля когда переступаешь вот этот порог то это как ну ты в какое-то измерение шагаешь все равно даже физически там другой свет другое другие запахи сцена настраивает чем запах сцены мариинского отличается к примеру от запаха сцены в митрополитен опера или ласкала но есть кстати специфизм и даже не стенд сцены а театры по-разному может быть это от разных чистящих средств довисит вот большой театр славился до ремонта тем что там кошками очень сильно на сцене и под сцены сейчас к сожалению нет я котов люблю запах еще 10 лет как уже артисты работают без того что не знаю могу я сказать слово суть но я шучу это не везде вот есть есть специфический запах но вот это переключение когда артист выходит на сцену или подходит к ней но всегда срабатывает к сожалению нет бывает что я не могу сказать что там сотен спектаклей которые там не знаю тысяч которые были в моей жизни но все они были каким-то таким праздником который поменял мою жизнь конечно стремишься к это бывает что не можешь сосредоточиться просто выходишь автоматически поешь и а сам где-то в другом месте голова в этот момент а другом может и в тот момент когда вы ловите себя на мысли нет ты как бы все да нет ты как бы все делаешь потому что делал это там сотни раз как он сам прибывает поешь и думаешь так а этот момент истинного счастья то есть мне кажется когда все получается оно идет это практически когда ну не нет ну не знаю трудно сказать все на сцену царят так позвольте микрофон давай сейчас это было бы очень смешно михаил так рванул что я испугалась пропустил свой выход на сцену но к мужчине артисту сложно совместить смещает сцену карьеру и семью понятно что все равно основные заботы на плечах женщины плечах жены заботы по дому вы видите ну нет мне кажется связь забота связана с воспитанием ребенка с тем чтобы вот какие-то кино во первых пытаемся разделять это все так и поровну серьезно да вот вы единственное что единство от меня не захлопает глазами так вот особенно сейчас когда гастроли нет практически вот сыном я вижусь каждый день все в порядке поэтому я считаю что мы сейчас поровну разделяем а что вы разделяете вы видитесь каждый день бытовые какие-то там есть дела просто там магазине что-то купить готовится что-то что завтрак себе готовы супруги с ребенком нет нет почему но нет в лук я что-то насыпаю там с утра колечки вот в школу ваш в основном я его вожу потому что я рано просыпаюсь не просто так получилось что слава богу их нет такой дар что я могу просыпаться рано поэтому школу основному вожу я поэтому насыпаю несколько бутылок бы чуть-чуть посерьезнее понятно что все равно как мне это видится основная ответственность лежит на женщине семье связанные наверно скорее это моральная да наверное да конечно на мама мать хранительница очага и супруга должна отпускать своего мужа на гастроли но не так что я позволяю тебе ехать а все равно ей приходится мириться с тем что вы отсутствуете большую часть времени но сейчас пост пандемическое время сейчас немного по-другому но в основном же было так и так и не слава богу профессия артиста предполагает вот эти гастроли и мы не только подруг по другу скучаем на друг по от друга и отдыхаем то есть это такой момент одним выстрелом двух зайцев гастроли помогает конечно мы начинаем друг другу скучать там это тоже какой-то все-таки вот элемент какого-то романтики вносит что мужчина он путешествует он отправляется в путешествие там как раньше понимаете вот он уходит он до супруга ждет я сейчас еще с этой техникой кому-то кого куда кого-то никуда не уезжаешь там сидишь на разговариваешь ты знаете как у мандельштама строчка одиссей возвратился пространством и временем полный как артист после гастрола ну и теперь про разделение семейных обязанностей я просто не могу не спросить как там его что делится алиса расскажите мне вашу версию так как у нас все делится и указал счастью не часто участвует воспитание поэтому я но михаил любит его приори сын любит его приори поэтому а я занимаюсь всеми кружками чубами всем остальным мне было поручено я скажу броска была поручена 2 2 2 вещи чистка зубов и английский язык зубы вроде чистить с английским но у него в школе он есть зачем вы нужны я скала миш давай какие-нибудь обязанности легида чем-нибудь нагружу тебя мама будни папа праздник любит папа очень сильно хотя конечно папа очень много отсутствовал в таком по младше возрасте это вот только сейчас мы такая семья столько лет ой сколько год до полтора полтора года вместе вообще сперва я так слегка была в ужасе так все были как это все пройдет это странно особенно читая еще сколько разводов из-за этих из-за этого да у нас только люди друг от друга там с ума сходи но нет слава богу проскочили прям пошло вы впервые в жизни и миша с лукой впервые в жизни так долго просто папу лука практически не видел в детстве наш папа не бывал по 8 месяцев гастроли лука как лучше когда мама с папой всегда рядом или когда папа все-таки иногда гастролирует тебе как больше нравится когда папа с мамой рядом но он семьянин такой семьянин гастроли все это не он любит дома чтобы все были при уличные мальчик в отличие от нас кстати лука у тебя есть любимый папин спектакль какой как его там руслами руслана любила а почему именно руслана людмила мне нравится а папа в роли руслана нравится да ты это имеешь ввиду я его смотрел несколько раз и вы больше всего запомнилась к когда он вот лицо там кидал копье голову копье да и чуть чуть не убил артистов хора там которые исполняют эту голову и переборщили силой или что за пыли запустил копье в эту голову а за ней там за кулисами стоят несколько артистов хора которые поют собственную партию головы я просто вел человек там тут копье пролит я вышел за куяна все на меня набросили очень злые были и у меня финальный вопрос лука он опять к тебе я попрошу тебя охарактеризовать маму и папу одним словом вот что это будут за слова сможешь мне сказать самые дорогие мне люди отлично спасибо вам большое а но но а а а а молодец молодец ты мой певец ты мой шаляпин